Рыбка клюнула. Прошу вас, госпожа Берчин, никого нет дома, здесь только я. Госпора Жильда недавно вышла. Хорошо, мне как раз нужна ты. Да, я слышала твой вчерашний разговор. Ты говорила о том, что что-то происходит между Фатихом и Аслы. Что с ними? Я ничего не знаю, госпожа Берчин. Это правда? Смотри на меня. Я тебе задала вопрос, нормально, ответь мне. Не надо меня выбешивать. Я спросила, что случилось, рассказывай. Правильно, все услышали. Я ничего не знаю по поводу госпожи Аслы и господина Фатиха, потому что даже если я буду что-то знать, то я не скажу вам. Я поняла тебя. Мне ясно. Ты делаешь вид, что ты воспитанная домработница. Но я знаю, что тебе нужно. Возьми эти деньги и говори. Пока что у меня на руках только это. Будешь говорить, и деньги палиются дальше. Давай. Пожалуйста, не продолжайте настаивать, хорошо? А то у меня потом будут проблемы. Послушай меня. Если ты не на моей стороне, а на стороне этой ведьмы Аслы, то ты на неправильном пути. Ты наживешь себе опасного врага. Просто имей в виду. Возьми деньги и говори. Что происходит между Фатихом и Аслы? Аслы, что опять изменяет Азану? Прошу вас. Осторожнее. Добро пожаловать. Шуля, пожалуйста, возьми чемоданы. Чемодан Аслы положи в их совместную комнату с Азаном. А чемодан Федии в комнату гостевую. Они теперь будут жить с нами. Ну, совсем разберешься. Нет, еще чего. Ну же, чего ждешь? Бери чемоданы. Тетушка Жильда, я сама могу поднять свой чемодан наверх. Аслы, ну ты расстраиваешь меня. А что мы с тобой говорили? Подоройте сюда. Ты здесь невестка. Вы сейчас разместитесь, а потом мы выпьем прекрасный кофе. Иди, дорогая, оставь чемодан. Госпожа Шуля разберется. Хорошо, госпожа Жильда. И больше не называй меня тёточкой. Хорошо? Пожалуйста. Называй меня мамой. Хорошо, мама. Ну, проходите. Верчина, а ты что здесь делаешь? Ничего. Проходил мимо, решил узнать, как у вас дела. Что такое, кто-то переезжает? Да, Эдди и Астань теперь будут жить в этом доме. Однако сегодня у нас много дел. Ты загляни к нам в другой день, хорошо? Хорошо, я сейчас ухожу. Госпожа Шуля, можете проводить Верчин до дверей? Прошу вас. Проходи, дорогая. Послушай меня. Я приду ещё раз. И ты расскажешь мне всё, что тебе известно. Иначе я тебя уничтожу. Если ты не была мне нужна, я бы тебе за это отомстила, однако. Хорошо, что пока что ты нам нужна. Кусок служанки. Говорила, что Аслам и Фатих вместе. Теперь отрицает. Но ты подожди, госпожа Шуля, погоди. Я знаю, как сделать так, чтобы ты заговорила. Подожди. А это сейчас кто? Алло? Госпожа Аберчин, я Шуля. Госпожа Шуля, Финуси, я как раз думала о вас. Что случилось? Принял решение по поводу того, говорите ли нет, да? Я не смогла смотреть на то, как вы расстраиваетесь. Ведь вы очень сильно любите господина Озана. Вы тоже имеете право знать правду. Конечно, я имею право. Ты лучше скажи, сколько денег тебе нужно. Я заплачу себе за то, что ты рассказываешь. Не волнуйся. Нет, нет, деньги меня не интересуют. Не смогла смириться с изменой господину Озану. Я поэтому решила рассказать. Госпожа Аслам отправилась на встречу с Фатихом в ресторан. Ты серьезно? Да. Недавно вышла она. Вы своими глазами можете это увидеть. Госпожа Аслам. 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 Есть много различных исходов в жизни Он может и от волнения умереть И от ножа Субтитры подогнал «Симон» Ты смотри, какой вид Значит, это оказалось правдой А слым из меня это заново Не позволяешь мне это сказать, но Изменяешь мужу, который в тюрьме Вот сейчас-то ты попалась в мою ловушку Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»